всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале зефу микрофон александр и сегодня мы с вами продолжаем играть в need for speed 2015 года так сейчас мы с вами покидаем гараж и будем проходить сюжетные гонки напоминаю у нас это уже третья часть по прохождению need for speed 2015 года на мой взгляд это одна из самых ну то чтобы не знаю насчет успешности но для меня лично это одна из самых лучших из последних частей на фоне пайбека и nfs хит да там возможно тачки поновее может быть и автопарк получше но в целом игры хуже сейчас мы посмотрим какие нам так на скорости а робин у нее в прицепе давайте встретимся с робин до доставочный ролик в начале прохождение прям даже очень хорошо телепортируемся не будем раскатываем еще с ним покатаемся с вами по городу и подрифтим наверно потому что у нас вроде как заезды по дрифту еще есть и по проходим спринтовой гоночки так ну давайте заезжаем куда мы же бункер что ли в какой-то или в гараж не посмотрел куда именно мы заезжаем какой-то гараж до разборка какая-то машина чего это все сами делают выбираю вижу сами делают неплохое пара часов понятно гордятся окей заинтересовать подрифтуем окей да люби дрифт командный сильвия неплохая себе но это не наша у нас же форт форт мустанг так окей посмотрели заставочный ролик теперь задания нет есть ману дрифт скорость спайки но мы наверное на спайке потому что у нас форт мустанг чтобы не за не заезжать не менять мы с вами отправимся где у нас тут так прийти к финишу гонки с которой выиграет тот финиш первым окей окей обычная гонка из одного конца в другой один круг кстати да то есть даже не круг а спринт спринтовая гоночка у нас будет значит нужно наверняка прийти первым так начать пока что мы еще наш форт мустанг не разбили значит он будет хорошо выглядеть надеюсь что сегодня мы с вами получше будем управляться с машины конечно же все еще на клавиатуре но что ж поделать придется как-то так гонять ну благо с соперниками но у форт мустанг конечно да при этом щели то ну у него бмв бмв тоже кстати не хило так придет я вам так скажу отлично 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 можно подать потому что тут прямая будет мы и делаем это ух ты 260 вообще нормально нормально таки эту дороге мне нравится но правда это не всегда будет и нас может чуть-чуть понести здесь кстати скорость ощущается очень сильно потому что в других играх например в хите я такого не ощущал потому что хит я тоже играл на клавиатуре и там не было так такого напряжения на больших скоростях чтобы я прям чувствовал что вот вот сейчас я врежу сейчас я разобьюсь я там вообще свободно гонял а здесь прям начинается сразу напряжение ну ё-моё а ну что ж вы так разъехались сразу здесь очень сильно напряжение от скорости этном это добавляет драйва потому что если вы будете играть на руле или джойстик то вы будете ощущать и драйв вообще полноценно потому что на клавиатуре все равно тихо послушаем да да увидимся видимся увидимся увидимся у меня гонка здесь мы с тобой видимся так мы послушали окей думаю думаю обалдеть как вылетая если можно так назвать копы 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 окей а нет не за мной хоп прикольно это даже не за мной друзья мы здесь режем все таки дорога позволяет а вот здесь могут и за мной нет хорошо хорошо возле участка не было копов прям удивительно нам-то это на руку потому что сколько полтора километра осталось ну не так много плюс здесь еще город какая-никакая небольшая прямая впереди какой-то гонщик аккуратней вы тихо тихо прямая прям обалдеть вот это прямая вот это конечно прямая было да это говорит о том что дружочек шикарно шикарно мне сразу вывели на поворот то есть мне не надо было проходить этот поворот вообще везет вообще везет но надо запомнить что все таки нужно посмотреть на карту потому что дорога может закончиться неожиданно как и нам с нами это произошло точнее бывает бывает не ну машину мы еще не так сильно побили я вам скажу друзья обычно метом капота же был весь кружен так заработали заработали приехали достаточно быстренько оторвались ух ты у нас новый соперник появился до пачкам 233 но если мне разбился был быстрее проехал увидимся увидимся встретиться с паком в лонгхорне давайте встретимся давайте заставочный ролик еще один нам не помешает для нашего видеоролика по прохождению давайте маршрут лучше мы переместимся отключите меня за носа покажите так один коп расплюнуть а вот когда целый частности тоже сложно да нам я чувствую так трэвис милис какая-то мне должна позвонить окей окей мы дождемся конечно мне нужно будет потом или против нет этот мустанг я не знаю вообще этот мустанг он он как вообще мощный нет просто хватит ли мне и мощности тягаться против каких-нибудь там авентадоров феррари и прочее прочее тут мало ли про магнуса уокера короче парень влюбился в свой первый porsche когда ему было 10 а сейчас у него дофигища крутейших porsche блин и это его новый стиль у него даже есть свой мост можем можем в общем магнус знает вентуру как свою пятерню он заправляет всем потому что в теме понимаешь вот так значит нам нужно конечно ух ты тебя тут по полной обрабатывает даже не вздумай спрашивать во про магнуса уокера поздно я только разогреваюсь малыш нам надо подстегнуть магнуса покажем ему чего мы стоим выиграем его легендарную гонку и он сам к нам придет да конечно без проблем давай я все готов легендарно как это гонка до магнуса уокера окей я надеюсь мы с не справимся давайте посмотрим так уже нету сману в бункере победе намеченный счет с робин и заменить ниже 2 место на машине с менее 350 лошадиных сил а а тут уже и по лошадям у нас ограничение есть окей давайте мы наверно встретимся с ману где у нас ману бункер окей давайте в бункере встретимся опять будет заставочный ролик у нас прям очень много сегодня будет заставочных роликов а ну я думаю что гонок не менее будет так а вот привет я милиса трэвис про тебя говорил а это значит ты нам еще как подходишь короче будет 15 заездов узнаем кто лучший гонщик вентуры а потом в финал с участием самого Эдди ну как тебе установи наше приложение чтобы отслеживать заезды ссылку отправлю не теряйся а это вот про эти 15 гонок мне и говорил Стас окей очень сложные гонки там нам потребуется достаточно очень мощный автомобиль не знаю то ли будем тюниговать форд возможно что-то и помощнее купим посмотрим это а я думаю интересно здесь когда медитирую я сосредоточен спайк они дрыхну в отключке так и что здесь у нас старенькие машинки стоят неплохая такая музычка сейчас мне надо будет показывать кинблок да значит ману у нас по кинблоку давай показывай ссылку тебя правлю считает и как вдохновение а потом узнаем кто мужик ну я манна должен хотеть сказать ману выиграть я должен кинблока выглядит для нас для этого у бмв м3 легендарная боевая кстати кипарик упал это чтобы типа вымазалась ее кивка или нет не понял как это грязное что ли нормально так 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 давайте ответить так выиграть и события со спайком у нас одна гонка была спайк да а тут прям несколько событий гонок да окей давайте 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 наверно сейчас одну спайка и принципе или в две спайка и подрифтить но подрифтить нам нужно сегодня обязательно потому что дрифт это отдельная стезя ух ты спасибо 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 вот вот спасибо тебе какое время давайте мне время так пачка понятно я даже очки здесь набирал а по времени а я уже на втором месте здесь был по времени фигасе и это же гонка проходила кстати прикольно что все гонки здесь отмечены картость можем пройти а потом она может стать сюжетной это конечно интересно ну нам ее нужно будет еще раз пройти максимально точно аккуратно и нужно не забывать про повороты друзья поворотики вот такие вот шикарные повороте нужно не забывать еще конечно бесит когда начинает название во время гонки это прям очень сильно раздражает но мы постараемся сконцентрироваться и проехать достаточно быстро насколько можно проехать на этом мустанге хотя в любом случае максимально быстро я не проеду потому что все-таки клавиатура это не джойстик даже не джойстик да потому что в идеале руль хотя джойстик тоже ой блин вот зачем я захотел срезать то зачем а под в смысле мне не засчитала мне не засчитала как не засчитала но я же по срезки поехал да это это первый раз в нет форс пиде когда мне не засчитала чекпоинт я почему-то думал что проехала себя прям же жестко я нигде не срезал ну ладно значит будем иметь ввиду что лучше не срезать лучше проехать нормально без резочки и выиграть так пацаны аккуратнее спайк давай второе место твое по праву поздно 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 и угол большой взял кстати не один я врезался как я понял это конечно хорошо что здесь и боты могут также врезаться также совершать ошибки как это могу сделать и я это даже очень хорошо потому что обычно вот в пбк или в нфс хит я точно помню что там боты едут просто как вкопанное то есть там невозможно чтобы они ошиблись или что-то сделали то есть они просто по своей траектории едут и все им все равно а вот здесь вот лучше тормозиться я помню я помню ну я помню же этот круг а ну что ж ты так такое ощущение что специально заносит некоторых то есть вроде бы стараешься вырулить тачку а нет она все равно не оттормаживается достаточно хорошо но я вроде сейчас усиление сделал на задние тормоза чтобы у нас тачку менее кидала при повороте и от торможить торможение потому что если ставить передние тормоза то у нас будет уносить задницу я поставил упор на задние тормоза потому что это конечно все хорошо но мне нужна тачка устойчивая хотя мне кажется что возможно мне придется переделать все наоборот mustang сделать дрифтовой машины а бмв сделать спринтовой хорошо да хорошо но нам пока что рано для этих заездов потому что они на самом деле очень жесткие очень жесткие а я ее тихо но блин че грузовик ехал без вариантов было когда лиц а вот этот поворот вообще хорошо прошли один из наверно за всю гонку поворот который мы прошли успешно но этот нормально но коряво все равно мне кажется спайки там до 2 вторым едет сто процентов у нее же бм4 достаточно хорошая бмв нет 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 а то вот они начались начались эти боты появляться вам время бы сложных поворотов и тот как задумано в этой игре единственное что раздражает хотя с другой стороны а это наоборот плюс то есть если у вас какая-то напряженка идет с вашим соперником то этот бот может просто напросто врезаться вашего соперника вы спокойно поедете вперед главное чтобы он не врезался вас об этом тоже нужно за не забывать хотят сказать забывать наоборот не нужно забывать об этом и соответственно нужно отыграть очень аккуратно как например вот сейчас этот вот не отмечен был это обычный бот хорошо хорошо блин она настроена полностью под спринт и все равно офигенно пара то ходит копы стали кстати окей дергай дергай так 334 7000 новый личный рекорд окей хорошо заезд существенными разрушениями разрушениями неплохо 31000 окей окей не прям много на втором месте по очкам да 30 ну и поэтому тоже на втором потому что понятное дело меня а мустанг но ничего страшного мы еще побьем все эти рекорды так спайк 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 еще один еще один раз пальда час у нас будет да в принципе можно еще раз спайка пройти давайте среднем я думаю мы справимся хотя у нас уже доступен вроде как тюнинг автомобиля но я думаю что пока что я приберегу денюжки возможно появится какой-нибудь вариант или желание приобрести какую-то другую машину так поехали а мы теперь спайком один-на-один тогда дружочек давай посторонись или не они нет 11 до она время вообще гонка на время господи но в любом случае его нужно обогнать потому что он мне кажется будет очень медленно ехать окей хорошо ай не тормозился до конца а вот здесь вообще шикарно шикарно только не в машину пожалуйста х спасибо 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 что не в машину здесь даже тормозить не пришлось не но сейчас кстати сделал машину более такую устойчивую то есть упор пошел в устойчивость дороги да и на самом деле получше стало потому что раньше очень люто на больших скоростях и и начинала чутка вилять а начинала сейчас же все нормально то есть да бывают там такие огрешности если чисто сам начинаю там крутить руль еще что-то тогда да ее может бросить немножко но в целом намного лучше держится хотя все равно она легко идет поворот но вот эти боты как они достали меня посмотрите сейчас в повороте будет просто мясо вот спасибо спасибо друг дебил спасибо это друг дебил был видимо какой-то как и любят боты и гонять за и причем это же бот это же не ничуть не люди ехали это боты ехали как боты любят ездить именно в тех в тех местах которых проходит гонка именно с моим участием я просто просто балдею от этих ботов какие они хорошие мешать ставить рекорды как соревноваться с друзьями и потом объяснять им что блин да я же врезался в ботов их тут было 6 штук но одного я зацепил поэтому я вот такой плохой результат показал да никто же не поверит благо у меня есть видео доказательства 3 минуты 16 а нам нужно проехать а у нас тут 500 метров 500 метров осталось блин вот посмотрел кто подключился и не справился с управлением ну ладно в любом случае мы ой нет нет дружок иди ты в баню опять и кончика проехали надо пора уже дрифтить нам друзья нам пора уже дрифтить на самом деле уже хватит хватит сколько 26000 окей можно было больше набрать если бы поменьше врезался но целом пойдет на втором месте до 246 духу ху 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 просто надо цел обогнал бывает спайки давай послушаем на но это легендарная гонка уокера да я так полагаю окей так нету отдалить удалить нам не нужно приближать так теперь что у нас осталось а робин у нас остался да побейте намеченный счет с робин окей давайте мы поменяем машину гараж телепортироваться на бмв м3 у нас она для дрифта и постараемся побить счет указано счет робин сначала с ней поездим заезжаем как раз и машина починиться вернет свой новый вид выбрать машину улучшать улучшать я даже не знаю надо что-то улучшать в ней вроде бы у нас все стыда а нам ничего не дает а у меня кстати по лошадиным силам мне нужно что-то меньше да охренеть он давайте не буду нарушать потому что нам по-видимому нужно будет еще снимать с мустанга скорее всего так покинуть гараж да покинуть нам нужно тюнинг гонку пройти чтобы нас лошадиных сил было не больше 350 это прям это прям странно такое ограничение по лошадиным силам станут эти вот рамки не рамки ну возможно мы просто тачку куплю по такие гонки посмотрю где нас рубин телепортироваться теперь сейчас будем дрифтить и набирать очки это уже достаточно такая такое легкое задание интересное команда дрифт так что давайте посмотрим пачка окей я уже проходил 32 тысячи практически набрал пачкам по дрифту сколько нам нужно брать давай 265 ты что побить рекорд у нас 146 было набрано ничего все 265 тысяч достаточно много может быть мощности бмв мне не хватит потому что на самом деле здесь еще важно ускорение потому что на некоторых поворотах просто не хватает мощности а она нужно бить 26 тысяч до а мне еще нужно не отъезжать от нее господи а но я получается это потому что она сюжетная гонка они видимо проходили и когда не она не была сюжетной хреново что мне нужна именно за ней ехать то есть нельзя и не обогнать ничего не здесь не делать соответственно набор очков будет очень скудным да ладно я рекорды буду бить уже потом после прохождения сюжета а тогда я помню я помню эту трассу о ее ее этому тачка уйдет за нос а не ушла зато грузовик сейчас нас найдет врезалась но ё-моё ну только хотел задрифтить а теперь я врезался нормально поворотик давай давай догоняю же и да ё-моё зачем в дрифт она не вошла но зато скорости мы снизили до минимальная понятно 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 как всегда на батовские машины нас нам помогает а то есть я даже вообще даже не то что увеличенный я вообще ноль просто умножение на ноль нормально идет отлично но мы тачки набрали окей хорошо не хреново хреново конечно нужно держаться возле нее потому что я хотел и обогнать хотя зачем я дрифтчо мне можно смело ехать вперед айти теперь он она врезалась и меня такси врезалась шикарно вот это конечно чуть начинает под раздражать когда очень много в тебя врезается даже не ботных машин машины которые якобы гонщики игровые это конечно чуть-чуть раздражает это было хреново дружи девочка то выиграть и триал с эми и маном давайте вот триал наверно мы еще с вами пройдем я думаю что мы его выиграем вот триал уже будет получше я надеюсь что я думаю что здесь нам не нужно будет держаться возле гонщиков и мы сможем спокойно выиграть этот реал давайте посмотрим что там за триал будет начинаем выиграть триал с эми маном вширь и притирку окей ах болеен а трасс то узкая походу будет как я полагаю да не совсем я люблю эту трассу да да это та самая трасса так ладно и здесь по моему на этой же трассе на этой же трассе у нас будет финальная гонка с кенблоком если не изменяет память не но не обессудьте но это очень тяжело тут нужно более прокачанная машина плане и покрышки другие и по мощности больше потому что она должна прям на очень с очень маленьких скоростей быстро ускоряться то есть на когда я буду в заносе на очень маленькой скорости она будет держать этот занос а так конечно тяжеловато тяжеловато признаюсь честно я бы не сказал что это очень легко а тут еще контрольный точек кстати неплохо так осталось ай блин ну такой поворот и запортачьте а его непозволительная роскошь это кстати даже не наш челик сейчас нами едет здесь ну он конечно так просто едет он не дрифтит но все равно не ланцер конечно хорош хорош ланцер может если делать нечего будет я протестирую так ну окей да трасска очень сложно очень сложно здесь нужна мощность автомобиля чтобы он на маленьких скоростях мог быстро ускоряться соответственно в эти маленькие повороты узкие повороты будет легче проходить но имеем что имеем окей даже на втором месте по очкам а ни хера себе по очкам то на первом месте да спасибо да повеселимся ну что ж друзья пора заканчивать нашу по моему третью часть по прохождению сюжета need for speed 2015 года всем спасибо кто сегодня приходил на серию не забывайте подписываться ставить лукасы если вы это еще не сделали и оставляйте в комментарии возможно может вы хотели увидеть прохождение какой-то другой части нфс обязательно пишите об этом или возможно вы хотели бы увидеть прохождение какой-то другой игры на моем канале поэтому не забываем оставлять комментарии ваше мнение для меня важно друзья всем спасибо и до встречи в новых видеороликах всем пока Продолжение следует...